Уважаемые друзья, подписчики ЗАМа онлайн, сегодня мы решили со своим модератором, которые хотели мы провести, значит, межрегиональную научную практическую конференцию, посвященную проблеме пустынь, деградации земель региона, черные земли и кириллярские пастбища, современное состояние, оценка и пути их решения. Значит, в конце июня месяца общественные организации, вот, во главе, значит, с ассоциацией предприятия Агролесфитомеллиорации Юга России, которая возглавляет сегодня, значит, Константин Иванович Бембеев, человек известный у нас в республике, который непосредственно занимается этой проблемой, они попросили и сказали, что такую научную, практическую, межрегиональную конференцию необходимо проводить. Как бы они, значит, обращались ко всем, значит, исполнительным органам, в том числе, значит, федеральным, в том числе, значит, но, к сожалению, они понимания в этом, по этим проблемам они не нашли. И обратились к нам в Калмыцкие республиканские отделения КПРФ и попросили, если есть такая возможность, значит, совместно провести такую научную, практическую конференцию. Значит, мы составили план работы, оргкомитет и назначили проведение научно-практической конференции 22 июля 2021 года с приглашением, значит, исполнительных, законодательных органов власти, в том числе научное сообщество, которое непосредственно этим занимается, исполнительные органы, имеется в виду муниципальные исполнительные органы, на территории которых происходит, значит, опустынивание, вот, в том числе, значит, федеральные органы. Дали согласие приехать, значит, и участвовать в ойланд-конференции, значит, почти все те люди, которые непосредственно занимаются этой проблемой. Мы пригласили, значит, Астраханская область, Республика Дагестан, Республика Четня, Ставропольский край, Волгоградская область и Ростовская область. Все в том или ином составе, значит, подтвердили, все почти, повторяю, все области республики подтвердили свое участие. Это были, значит, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, значит, председатели комитетов, заместители краевых, значит, дум, областных законсобраний, в том числе, значит, и парламенты Республики Калмыкия. Вот. Это было примерно со всеми теми людьми, имеются и научно-сообщественные, исполнительные, и законодательные органы, и в том числе, как я уже сказал, муниципалитеты, было примерно около 111 человек. С учетом пандемии, которая у нас происходит, мы сократили, сократили этих людей, и многие согласились пройти поучаствовать на конференции, значит, путем ойлайн. Значит, это и федеральные, значит, наши органы законодательного порядка, это имеются депутаты Государственной Думы, министры, ряда, и заместители министров ряда областей республик, которым непосредственно мы пригласили, значит, так. Ученое сообщество, ну, там, вы знаете, есть специалисты, значит, профессора, академики, которые уже преклонны возраста, но они решили участвовать, и, в принципе, прислали все свои документы, доклады на конференцию, они у нас есть, и, в принципе, потому что мы по итогам конференции хотели издать сборник, значит, для того, чтобы вот этот труд, который, и те рекомендации, которые мы хотели выработать, и выдать это в резолюции, или постановление, мы будем говорить, научно-практической конференции, по итогам научно-практической конференции, значит, выйти на федеральный уровень, резолюцию направить президенту Российской Федерации, исполнительному органу, правительству Российской Федерации, законодательному органу, федеральному собранию и Государственную Думу. Поэтому мы посчитали, что необходимо провести, работа была проведена очень большая, вы знаете, что научно-практическую конференцию готовить очень сложно, потому что необходимо подготовить базу для этого, так это первое. Второе, согласиться совместно провести какие-то, вместе с Творкомитетом, вместе с Средством массовой информации подготовить и провести ряд заявлений, проблемных, которые у нас начинаются, что мы, в принципе, и подготовили, и сделали. Время было скоротечное, мало было времени, но тем не менее мы полностью подготовились, мы, значит, разоснали приглашение, получили ответы, и 22-го мы, в принципе, хотели, в общем-то, ее провести. К сожалению, 21-го числа, значит, предприниматель, значит, где мы хотели провести конференцию, значит, получил от Рособорнадзора, значит, уведомление о том, что в связи, значит, возросшей пандемии, ему запрещают проводить, значит, у себя помещение научно-практическую конференцию, иначе он будет, значит, оштрафован. Ну, вы знаете, на сегодняшний день штраф очень высокий, начинает 300 тысяч рублей индивидуальные предприниматели, а физические лица, по-моему, там, по-моему, до полумиллиона. Вот, но это было сделано прямо накануне, значит, проведения научно-практической конференции, я не понимаю, почему так дождались, так сказать, уже люди выехали, часть людей, международно говоря, выехала, особенно Дагестан и ряд других областей, где далеко, вот, потому что и жара, сами представляете, за 45 градусов, чтобы человек утром рано выехал и приехал, целый день находился, значит, в работе конференции, это очень сложно. Но вчера вечером, после 20.00, ко мне на дом пришел, значит, работник милиции, чтобы вручить мне предостережение. Я удивился, конечно, почему, значит, начальник милиции, полковник, пишет мне предостережение о том, что я не имею права, как организатор, проводить межрегиональную научно-практическую конференцию. Хотя, вы знаете, у нас сегодня работают не лагеря дневного пребывания, значит, а есть лагеря отдыха детей, как в Сагачевском, там, в Сказках, в Шалкинском районе. Более того, на сегодняшний день работают детские сады, проводятся, значит, между нами говоря, совещания на уровне республиканского уровня, городского мэрия, вообще городского мэрия проводят, там, посмотрите фотографии, значит, там они, по-моему, сидят довольно-таки много людей, значит, у них не соблюдается никаких дистанций, например, которые рекомендуют сегодня сады педстанции. В общем, вот по такому поводу мы хотели обратиться, сказать, что никакого срыва в межрегиональной научно-практической конференции не было, значит, документы все подготовлены. Единственное, конечно, нам немножко было неудобно, значит, до вчерашнего дня вечера звонить, извиняться и говорить людям, что, к сожалению, с учетом пандемии, значит, усилением, значит, вспышкой, мы должны перейти на более поздний срок проведения этой нашей научно-практической конференции. Но я хотел и другое сказать. Все-таки сегодня власть во главе главы республик Калмыкия, значит, все делала для того, чтобы на территории республик Калмыкия, значит, никаких научно-практической конференции, в отличие, значит, от них, ничего не проводилось. Но мы предполагали, что такое будет, предусмотрели все требования санкт-эпидемиологической станции, это, естественно, конечно, помещение, которое подобрали, такое, которое необходимо, значит, сократили, значит, до 47 человек, значит, пребывания людей, очно, оффлайн имеется режим, значит, и его онлайн-режим у нас было 17 человек. То есть мы все сделали для того, чтобы обеспечить полностью, значит, участников научно-практической конференции, всеми материалами, значит, имеется в виду медицинское место для того, чтобы защитить от пандемии. Но, как сказал, значит, вернее, в предупреждении было написано, там, значит, вот в приложении, да, сам указ был написан, но еще есть, оказывается, приложение. Так вот, в приложении было написано, что запрещается акведы, да, в переписи акведов имеется в виду индивидуальные предпринимательные и физические лица, которые занимаются массовыми, значит, культурными мероприятиями, значит, кино имеется, как будто театры, в том числе, значит, какие-то веселительные, значит, мероприятия. Там расписываются и акведы. Но, что самое главное, хотел бы я сегодня отметить, что в указе главы впервые за два года, впервые, подчеркиваю, за два года, значит, есть аквед, который включен туда последней срочкой, в том числе и конференции. Но если мы хотим сказать о том, что мы начали в конце июня месяца заниматься этой проблемой, указ президента, ой, прошу прощения, указ главы вышел 16 июля, то здесь, в принципе, мы рассматриваем ее, как, скажем, давление на то, чтобы, например, как бы люди оппозиционного настроены, тем более, наверное, посчитали, что это каким-то образом относится к выборным каким-то технологиям, значит, к выборной кампании. Вот таким образом, в принципе, хорошее начинание, я думаю, что мне просто и неудобно, перед тем, сообщество, значит, и Константин Иванович, наверное, сегодня об этом скажет, что нам очень неудобно, когда мы подняли такой, таких людей, значит, а вы меня извините, там есть люди, скажем, которые пребывали на межрегиональной, значит, науке практически конференции с мировым именем. То есть этой проблемой опустыни занимаются люди почти всю свою жизнь. Они сегодня заинтересованы для того, чтобы на юге России мы каким-то образом обратили внимание федеральной всей структуры, в том числе правительства, о том, что такая пагубная вещь, как о пустыне, а для Калмыкии, которая имеет, значит, полностью надеяться на свой агропромышленный сектор, в котором, значит, все продукции, сельхозяйства производства имеются для растеневодства и животноводства, зависит от земли. Мы, естественно, в первую очередь об этом громко говорим и хотим, чтобы нас услышали на федеральном уровне и приняли государственную программу, как это было в 1989 году, чтобы мы смогли с вами бороться с этой напастью. Поэтому, чтобы все понимали, я вам объяснил, почему это так, таким образом происходит. Я хочу подчеркнуть, что мы перенесли научно-практическую конференцию на более позднее слово, но мы готовы к тому, что если нам будет возможность перенести его, значит, на площадку Государственной Думы Российской Федерации, значит, под руководством Кашина, значит, Владимира Ивановича, председателя Агрокомитета, значит, Государственной Думы, провести его, значит, на площадке Государственной Думы. Я думаю, нас поддержат, и, в принципе, на сегодняшний день мы как бы получили и от научного сообщества, и от тех людей, которые занимаются производством непосредственно, вот, о том, что они готовы, чтобы провести научную конференцию на этой площадке. Что мы вообще хотели, да, в принципе, этой научной конференции, точечно, если говорить, обратить на это внимание. Первое. Вы все прекрасно знаете, что на сегодняшний день создан научный центр, значит, по борьбе с опустынением на Голгородской области, а он, в принципе, на сегодняшний день, в принципе, вот, во главе Констана Ивановича подтвердили, что да, необходимо это научный центр именно делать в Волгограде. Но производственный центр было бы хорошо, и вообще для всех, да, создать на базе производственный центр на базе, значит, Калмыкия, на базе, значит, Главка, Черных земель и Китлярский паспищ. У них более 50-летний опыт, они все это могут сделать, и на сегодняшний день поддержка от тех предприятий, а их, значит, находятся, как я уже сказал, в более пяти наших сопредельных субъектах региона, они подтвердили, чтобы нового не создавать, а создать, значит, тот государственный орган, на мой взгляд, мне кажется, необходим, для того, чтобы исполнять, значит, государственную программу по опустыню. Я думаю, считаю, что это две вещи, которые мы хотели высказать, и чтобы нас в этом деле поддержали. Поэтому я хочу поблагодарить за внимание вас, а сейчас я хочу передать, значит, слово Константин Иванович Бембееву, председателю, значит, ассоциации предприятий Агро-Лесофитомеллерации Юга России. Ну, он в республике человек известен, специалист именно в этой области. Пожалуйста. Ну, здравствуйте, товарищи. Я, во-первых, хотел бы принести изменения перед теми людьми, которые согласились приехать в новую республику и решать глобальную региональную проблему, которым центром является республика Калмунхи. Ну, еще и в исторические черные земли, китлярские павлищи, этот регион, который входит в пять субъектов Российской Федерации и центром является республика Калмунхи. Сегодня очень критическая ситуация сложилась в этом регионе в связи с последним застуком 2020 года. И, будем так говорить честно, в политике проведения антикономеративных работ с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Последняя программа развития мелиорации, куда включили в раздел фитомеративную рацию, она предполагалась проведение фитомеративных работ, в основном по закреплению Пскова. Ну, эффект очень маленький был, в связи с тем, что ранее все программы, начиная с генеральной схемы, повышения по городу и сохранение восстановления национального парка сельскохозяйственных пастбищ России, там было запланировано прямое финансирование федерального бюджета. И результаты были налицо. Если у нас в 1986 году было 600 тысяч открытых песков в этом регионе, то в результате генеральной схемы, тем не менее, что она 32% была финансирована, 240 тысяч гектаров песка осталось. Результат был очень хороший. В нашей системе была укачерная земель и генеральный пастбищ, который центр находился в Элисте, это благодаря по самому админирующему городовикову. Он пробил этот вопрос, это единственный департамент Министерства сельского хозяйства, 71-го года он был образован и находился в городе Элисте. Это впервые такое. Ну и результат деятельности был, конечно, очень хороший. У нас было 52 специализированных предприятия в пяти субъектах, в шести даже субъектах Юга России. У нас в Калмыкии только было 22 предприятия, это КАМА-Салхузы, УМС и МЗС, которые занимались борьбой со пустынями и улучшением гидродировных пастбищ. В Дагестане было 18 предприятий, в Северной Осетии 3, даже в Булькевич и Краснодарский край у нас был Золотурганский МЗС, Астраханская область и два предприятия, которые занимались по борьбе со пустынями. Но в результате 90-х годов мы все эти предприятия потеряли. И вот дальнейшая программа, мы, я уже 16 лет работаю в этой системе, мы как только не боролись с сохранением этих предприятий, но фактически ничего не получилось. Единственное, несколько предприятий мы перевели в ООО и ИП, для того, чтобы сохранить их для дальнейшей работы. Но, однако, я неоднократно ставил вопрос перед Министерством хозяйства Российской Федерации о том, что так нельзя относиться к данному региону, но они слушать не хотели. И вот результат, я вам расскажу, последняя программа развития миллиардско-хозяйственных земли России с 2014 по 2020 год нас включили. Хотя я тоже занимался этой программой, отличная программа была, но Минфин России, однако, перечеркнул и перевел это в субсидии. Первоначальная субсидия за выполнение работы составляла 70% на фитомиллерийное мероприятие в 2014 году. С 2015 года мы пробивали все двери во всех кабинетах Минсельхоза, доказывали, что так нельзя, что о пустыне это экологическая проблема. И у того же землевладельца, землепользователя нет денег вкладывать в этот песок. Просили поднять ставку субсидий до 100% на песок, на пески и 90% на улучшение деградивных партийсов. Но, наверное, мы так их достали, что они 90% подняли планку на все работы по фитомиллерации. Ну и на том спасибо. Но с другой стороны, пришел второй документ о том, что 90% субсидий возмещаются тем, кто работает по закреплению песков. А деградированные партийси остались. Ни к чем. Но еще при генеральной схеме эта наука делала программу и считала, что с песками надо бороться совместно с деградированными партийсами. Потому что деградированные партийси это на следующий год открытые пески. Поэтому 60% мы финансировали на закрепление песков, а 40% на деградированные партийси. Вот такой комплекс мероприятий, он давал хороший результат. Ну и все, которые живут на Черных землях, и Кизлярская партийска, это полностью ощутили. Но, однако, последняя программа деградированные партийси убрали. Поэтому я все эти годы добивался, ездил, ну буквально в смысле один. Последний мой поход был в Москву в апреле месяц. Когда я неделю добивался встречи в Министерстве Ходи России, потом в Государственной Доме, они пошли на встречу и в Комитете по оградным вопросам, они приняли необходимое решение, чтобы со мной встретились в Министерстве Ходи России. И тот же Кашин Владимир Иванович дал своим поручением, чтобы оказывать посильную помощь в решении данного вопроса. Они даже предполагали круглый столб в стенах Государственной Дома. Ну, раз уж какое-то движение пошло, я успокоился. Все было нормально. Думаю, пойдет движение. И в очередной раз я хочу выдадить благодарность Ходиской республиканской партии, КПРФ, в поделении, в связи с тем, что они отпликнулись и решили помочь в этом вопросе. Хотя, к кому я только не обращался. Я хочу почему так сказать. Вот сегодня должно было быть мероприятие. Но так как из-за поменения его отменили, но мы добились согласия всех субъектов Российской Федерации и Юга России принять участие. Они многие мои личные друзья, товарищи, они приняли такое решение приехать и поднять этот вопрос. Вот тот же Волгоградский вне ОМИ долгое время был руководителем, директором института, КУРИК Константин Николаевич, академик. Он при первой генеральной схеме совместно с академиком Петровым Николай Ивановичем пешком обходили наши пески и сами контролировали, ввели научное сопровождение всех проектов. В результате этого за эту их помощь руководство республики присвоило им звание заслуженных работников народного хозяйства республики Калмыки. И они с гордостью помнят эту награду и всегда говорят об этом. И этот Константин Николаевич, так как директор Берия Александрович не смог приехать, он поручил улету Константину Николаевичу, Манаенко, Александр Сергеевич, это руководитель отделения научных работ по черным землям, Кислярским, по пустыне. И вновь назначенный директор научного центра по пустыне Николай, они должны были приехать, разъяснить все. Хотя я всем разъясняю, что Волгоград открыл научный центр по пустыне, согласно приказу РОК РФ. Это не постановление российского правительства. Они просто решили сами решить этот актуальный вопрос по организации центра. Я вот всем объясняю. Все говорят, вот, Волгоградцы на себя одеяло тащат и так далее. Нет такого. Вы еще поймите, что Волгоградский институт не амни, а агролесомелиорации, он на протяжении 60 лет является головным институтом по борьбе со пустыней. И мы с ними вплотно работали. И в связи с этим, что у них наука была, а у нас был производственный центр в лице Клавка Черных земель и Кизлярских партийств. И они сегодня тоже говорят и хотели сказать, что вы поднимаете вопрос, чтобы производственный центр был в листе на базе вот этого ФГБУ фитомелиорации. Этому противоречить никто не будет. Но я почему хотел, чтобы это быстро так произошло, вот как мы планировали, в связи с тем, что когда я в бытность был в Москве, мне они говорили, у нас разрабатывается новая программа, вы туда войдете, будете работать, мы ваши пески не забываем. Это Минсерхозе говорит, да. Ну, я говорил, знаете что, нас последние 2-3 программы всегда засовывают в какую-нибудь федеральную ценовую программу и финансирование идет по остаточному принципу. нам нужна отдельная программа, подобие генеральной схемы, которая работала с 1989 по 2000 год. Вот такую программу надо. Потому что если, ну, не громко, но так сказать, что сегодня здесь вопрос решается о подрыве продовольственной программы Российской Федерации. Если у нас в Талмыкии в те хорошие годы, в советские времена было 3 и более миллиона овец, то на сегодня, по статистике, у нас осталось полтора миллиона. А вот это еще засуха этого года. Вообще, если у нас до миллиона останется, будет хорошо. Я вот объездил все территории Тагестана, Чечни, Ставропольского края, Калмыкии, Астраханской области. Что творится? Особенно у нас в Калмыкии. Потому что у нас более подвижено опустынями почвами. Последняя моя поездка в Лаганский район. Я побывал на трех точках, которые встречались по пути. Пустые точки, закрытые. Пески завалили. Базы полностью уже в кошары забываются. Это что такое? Если мы сейчас не будем говорить об этом, у нас будет катастрофическая ситуация. Почему я сегодня хотел бы еще что сказать? Надеяться на Министерство сельского хозяйства Российской Федерации не стоит. То, что они мне говорили, что мы ваши пески не забудем, они действительно не забыли. Сейчас вот 14 мая 2021 года вышло в свет постановление за номером 831 о развитии миллиарда земель сельскохозяйственной России до 30-го года. И там нас включили. Ну ладно, мы привыкли уже, что всегда нас включает что-то. Но самое интересное, что они вернулись к той цифре 70 процентов возмещения субсидий. Это что такое? Было 90, мы уговариваем людей, чтобы работали. А на 70 никто работать не будет. Но если даже будет, такого эффекта не будет. Поэтому я думаю, что я говорю сегодня, буду молиться любому Богу, лишь бы вернуться к этому вопросу. Как говорил Гордовиков, если не мы, так кто? Эти черные земли. Хотя и в свое время, и тогда историю посмотреть, черные земель и Кизлярский Пальпище, очень было много сделано. Никто. Никто. Но тем не менее, я на стороне Басан-Гладминца Гордовикова, потому что перед ним стоял вопрос о возврате наших земель и чтобы на этих землях работали население Калмыкии. Но просто удивительно, что где были наши научные деятели, которые могли бы сказать, Басан-Гладминец, черные земли испокон веков были отгонными пастбищ. Там только зимовали. А мы стационарное хозяйство поставили. Но что греха таить. Я сам был на протяжении многих лет, там двух крупных хозяйств. Это Цикерта в Артезяне и принцовут Черноземельский в Атинетах. Там не надо было ставить овец грозненской породы. Они вытоптали всю степь. Они изначально были... Эта порода выведена для полугорных районов России и Калказа. А мы знаем, что во все времена до выселения калмыков, депортации тоннского народа, у нас у всех здесь паслись халмыцкая порода овец. У них строение какое-то совсем другое. И они не вытаптывались стиль. Единственное, когда в 1972 году в преобразовании статанарных хозяйств надо было поставить вопрос о возврате наших овец с Казахстана. Даже купить, если на то пошло. Но а грозненскую породу, так как я понимаю, что шерсть была стратегическим сырьем в то время, разместить не на черных землях, а вокруг. И было бы все нормально. Единственное, я вот читал книгу «Раненая степь» Бенбином Григорий Ваннаев пишет. Вот единственный член бюро обкома партии, который выступил против размещения статанарных хозяйств на черных землях. Но не послушаю. Поэтому я думаю, что то, что мы наметили научную и практическую конференцию, тем более все согласны. Я думаю, вот как коммунисты предлагают, допустим, на площадке Госдумы сделать. Конечно, я за везде его провести. Но центр черных земель Кизляцкий Пальмич находится в Калмыкии. Если не мы будем поднимать этот вопрос, кто за нас поднимет? Я говорил, выступал на Ставрополе, в Краснодаре, в Ростове. Им далеки наши проблемы. Но у них эта проблема будет в голове тогда, когда пыльные бури, песчаные бури накроют Ставрополь, Краснодар и Ростов. Но тогда будет поздно. Давайте, несмотря ни на что, необходимо этот вопрос поднять, поднять на любом уровне и решать. Сегодня я вот готовил резолюцию. Отличная резолюция. Обращение к главе государства о принятии региональной, в смысле федеральной программы по черным землям. И необходимо также в пункт весь обратиться к главам субъектов Юга России, чтобы они реабинировали наши предприятия МС и МЖС в своих субъектах и дали статус им республиканских областных предприятий. И вот тогда дело сдвинется. Спасибо за внимание. Смысл жизни в управлении самой жизнью. Чем больше сфер своей жизни контролирует человек, тем он счастливее. Современный человек не любит брать на себя ответственность. Поэтому мы несчастны. Мы разучились выбирать, но научились быть равнодушными. Давайте возьмем себе в руту. Постепенно, шаг за шагом, научимся управлять своей жизнью. Первый шаг – это выборы в Госдуму. Не важно, кто выиграет сейчас, нужно научиться делать выбор. А чтобы выборы прошли честно, нужно помочь учителям школ, воспитателям детских садов, работникам культуры, которые являются членами избирательных комиссий. Помочь сохранить совесть, честь, доброе имя, без которых нельзя обучать детей. Записывайтесь с наблюдателями на выборы. Подписывайтесь на наши аккаунты и группы.